И теперь новость, которая еще раз заставит понервничать турецкий генштаб. Российские самолеты Су-34 из бомбардировщиков превратились еще и в истребители. Ныне они будут вооружаться не только бомбами, но и ракетами, способными поражать вражеские самолеты. По сути, Су-34 стал универсальной машиной, которая может уничтожить цели на земле и защитить себя в небе. Из серии репортаж Андрея Григорьева. Ракеты класса воздух-воздух впервые подвесили на боевой Су-34. Таких экспериментов раньше даже на учениях не ставили. Та, что поменьше, Р-73, дальность до 20 километров. Та, что побольше, Р-27, летит уже до 60. Гарантированная защита от любых объектов, которые пусть даже только теоретически могут атаковать самолет. Раньше Су-34 использовали здесь исключительно как бомбардировщики. То есть самолеты предназначены для поражения наземных целей. Но теперь они оснащены и всем необходимым для ведения воздушного боя. То есть постепенно превращаются еще и в истребители. По идее машина изначально и задумывалась, как многофункциональная. Именно бомбардировщик-истребитель. Но воспользоваться этими возможностями конструкции пилотам пришлось впервые. На счету Су-34 большая часть разгромленных конвоев с бензином и боеприпасами для террористов. Самолет как нельзя лучше приспособлен для так называемой свободной охоты. Это когда летчик самостоятельно принимает решение об уничтожении опасной цели. Когда видит ее с воздуха. У него самая точная в мире лазерная телевизионная система наведения. Мишень видит на расстоянии до 50 километров. Телевизионная это потому, что она еще и снимает все происходящее на видео. И именно ее глазами мы часто наблюдаем. Корректируемая и ракеты класса воздух-воздух средней и малой дальности. Под одним крылом целый арсенал. Практически все авиационное вооружение, которое есть на базе Хмимим. Ракеты могут и не пригодиться. Но именно с таким боезапасом Су-34 будет теперь совершать все вылеты на сирийской территории. Бомбардировщик-истребитель даже в сопровождении не нуждается. Он один как целое авиационное звено. Продолжение следует...